Герои живы, пока в наших сердцах жива память о них. Подвиг майора Петра Гаврилова во многом символ несгибаемой воли и любви к Отечеству. Таким люди будут помнить всегда Герой обороны Брестской крепости Герой. День народного единства средняя школа номер 23 отметила в торжественной обстановке. Учебное учреждение уже год гордо носит имя Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова. В такой значимый для государства день руководство школы и города вместе с учащимися увековечили память, открыв мемориальную доску имени Петра Гаврилова. Сегодня наша страна отмечает такой молодой и такой важный для всех праздник День народного единства. Единство народа, уважение к государственным символам своей страны, в любви к своей родине, в знании и почитании ее истории. И так символично, что именно в этот день в нашей школе открыта мемориальная доска Героя Советского Союза Петру Михайловичу Гаврилову, как дань памяти Великой Победе и мужественным солдатам, которые защищали нашу родную Брестскую землю в годы Великой Отечественной войны. Наша страна заплатила за победу самую высокую цену. Петр Михайлович Гаврилов совершил подвиг, который каждому из нас позволил сегодня жить в мирное время, трудиться и воспитывать достойное поколение. Хорошая традиция открытия краски мемориальных досок героев, герои Советского Союза, советский офицер, майор Петр Михайлович Гаврилов, человек, который на своем личном примере показал, как важно любить и защищать свою родину. Человек, который защищал Брестскую крепость. Мы действительно вспоминаем всех тех людей, которые на своем личном примере, своем мужестве, своим трудом как раз таки заложили надежный фундамент нашего успешного развития нашей республики Беларусь. Торжественное открытие еще одной мемориальной доски прошло в средней школе номер 35 имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Константин Константинович один из выдающихся полководцев, дважды герой Советского Союза, именем которого названы улицы нашей страны. Рокоссовский был руководителем операции по освобождению города Бреста. Его подвиг останется в сердце каждого жителя и взрослого, и школьника. День народного единства, открытие мемориальной доски как раз таки маршал Советского Союза Константинович Рокоссовского. Человеку, который прошел все горести войны, участвовал в большинстве сражений в Великую Отечественную войну и ставил свой неизгладимый свет как очень талантливый военачальник. В этот день мы вспоминаем также людей, которые своим мужественным героическим трудом создавали ту базу, платформу, благодаря которой мы сегодня можем успешно развиваться под мирным небом, чтить традиции. Очень важно открывая такие мемориальные доски как раз таки окунаться в историю, в свои корни, вспоминать тех героев, которые были к этому причастны. И очень символично, что именно в День народного единства в год 80-летия освобождения Республики Беларусь как раз таки на школьных ступенях с молодежью мы как раз таки с школьниками открываем эту мемориальную доску. Именами защитников крепости, выдающихся людей, полководцев названы улицы города Бреста, открытые открываются мемориальные доски, напоминающие живым о тех людях, которые завоевали великое счастье жить в свободной стране. Мы выражаем благодарность городскому исполнительному комитету за то, что спустя год у нас появилась мемориальная доска и, конечно же, школа приобрела свое лицо. Почему именно Рокоссовский Константин Константинович? Потому что его мужество, его героизм и его подвиги навсегда вошли в историю и являются примером для подрастающего поколения. Наши ребята с удовольствием занимаются поисковой работой. Мы встретились с внуком Константина Константиновича, с Константином Вилевичем, который рассказал нам о жизни маршала. Дети прикоснулись к истории, что также развивает такие чувства, как чувство семьи, чувство патриотизма, чувство важности знать свое поколение, своих предков, историю своей страны. Наша школа гордится, потому что основным и приоритетным направлением является у нас гражданско-патриотическое воспитание. С 2013 года в нашей школе функционируют военно-патриотические классы. На достаточном уровне развито кадетское движение. И это ребята являются визитной карточкой и гордостью нашей школы. В последнее время все чаще можно услышать о том, как важно сформировать в детях чувство патриотизма. И сразу вспоминаются строгие песни «С чего начинается Родина». В первую очередь, любовь к отчизне начинается со знакомства с историями людей, искренне и горячо любивших родную землю, защищавших и прославлявших ее. А потому отрадно, что в 35-й школе города Бреста молодежь знает историю Константина Рокоссовского. Для молодежи это важно сохранять память. Мы должны быть благодарны нашим предкам, которые освобождали нашу страну, которые выдержали этот тяжелый период в жизни страны, мира. Потому что за нашими кричами находится груз, который мы должны нести с собой сквозь поколение. Наши дети, наши внуки, правнуки должны будут знать о том, кто, кем мы являемся. Не зря говорят, человек продолжает жить, если жива память о нем. А о легендарных героях память жива и будет жить вечно.